я искала искала его в общем везде сюда ходила и это искала я думаю что найду его это думаешь что может произойти и что уже может быть произошло но одна вот такая самая пугающая мысль что просто вторую ночь он может не пережить это может быть очень долго это может быть неделю 25 марта 2021 года в москве 92-летний Борис Ли, вышел из дома на прогулку в районе Леонозова и пропал. Район Леонозова находится на северо-востоке Москвы, считается средним районом с площадью около 6 квадратных километров и населением более 85 тысяч человек. Территория Леонозова расположена между Алтуфьевским шоссе и железнодорожной веткой Савеловского направления. С севера граница района проходит по участку МКАД. Он ушел из дома, он пошел отдохнуть, посидеть во дворе на лавочке. Я его посажу, а сама вот круги наматывают. Прихожу, его нет. Логически как бы просчитать, куда бы он мог пойти, сложно, потому что вот если он немножко был в забытье, то это вообще он мог пойти просто куда угодно. Мои родители Ли Борис Константинович, это мой папа, и Хван Полина Сергеевна, это моя мама. Родились они на Дальнем Востоке, папа в 29-м году, мама в 37-м. И вот двухмесячным ребенком нас репрессировали, и вот это Среднюю Азию. В 37-м году, когда начались репрессии, их вывезли, вернее, насильно. Половина, наверное, это нашей нации. Все от голода, вернее, очень много погибли. Вся их дальнейшая история, она была связана с Узбекистаном, Ташкентом. Семья моего папы достаточно большая, то есть их было три брата, три сестры, папа мой самый старший. Ну, по корейской традиции, папа должен был, как старший сын, остаться в доме, помогать родителям и вести хозяйство. Но он решил, что он должен уехать. Его папа, в свою очередь, был не очень этому рад, и он даже спрятал документы. Но, видимо, желание моего папы было сильнее. В общем, он взял документы своего младшего брата и с ними уехал. И, собственно говоря, с того момента официально он Ли Борис Константинович, хотя изначально его звали Владимир. Так Владимир Ли, 1929 года рождения, на всю оставшуюся жизнь стал Борисом Ли, 1930 года рождения. Получилось, да, что в семье два Бориса Константиновича. Мой папа и его братишка. В конце 50-х Борис Ли приехал в Москву, выучился на электрика, устроился на работу, а в 71-м познакомился с Полиной Сергеевной. Ну, так, наверное, прикрызнулся, раз вышла замуж за него. Ну, потому что добрый и все. Самое главное – доброта. Я единственный поздний ребенок у своих родителей, но меня как бы любили, но воспитывали строго. Чисто по-азиатски. Слушаться, подчиняться. Старшие зашли, надо встать, двумя руками подать. Да, помню, в своем детстве я ездила к нему на работу. Это был мясоперерабатывающий комбинат. Папа у нас никогда не ест ни сосиски, ни колбасу. Ну, вот, видимо, работа на мясокомбинате, она как-то очень конкретно отложила след. Я помню один случай. Я очень сильно, когда был маленький, испугался одной передачи по телевизору. Ну, видимо, была не для детей. И подбежал к дедушке, спросил, защитит ли он нас бабушка, если к нам придет чудовище из телевизора. И он, рассмеявшись, сказал, конечно. Вот, и это одно из самых ярких, наверное, воспоминаний о дедушке из детства. В 97-м году, недалеко от дома в Леонозове, Борис Константинович попал под машину. И вроде изначально никаких серьезных опасений не было, но потом оказалось, что гематома внутричерепная, пришлось делать репанацию. И, в общем, это все в дальнейшем очень сильно сказалось на его вот именно памяти, на его восприятии. Уже в 2000-х у Бориса Константиновича появились признаки деменции. Долговременная старая память, скажем так, хорошо работает. Он помнит, что было 30, 40, 50 лет назад. А вот сегодня, вчера у него как бы вот он может не помнить, покушал он или не покушал. 25 марта 2021 года супруги Ли пошли на прогулку в парк рядом с домом. И вот у нас тут лесок, очень хороший лесок есть. Я его посажу, а сама вот круги наматываю. Ну, минут 15 получается, когда я полный круг делаю. Прихожу, его нет. В 10.30 Полина Сергеевна обнаружила, что ее 92-летний муж исчез. Весь день она пыталась его отыскать сама. 25 марта 2021 года. Первый день поиска. Ну, я-то приходила домой, его не было. Опять я пошла, опять стала в лесский, вот этот маленький парк. И вот там стала искать, рынки искала, везде искала, искала. Ну, в общем, думала, что найду его. Только после 10 вечера пенсионерка решилась сообщить дочери, что ее отец пропал. Я не хотела дочери позвонить, лишний раз ее травмировать. И я думала, что его найду. Ну, уже вечер, 10 часов. И вдруг звонок, входящий там от мамы. И, ну, всегда пугаюсь, когда поздний звонок, понимаю, что что-то случилось. И вот она дрожащим голосом меня успокаивает и говорит, ты только не волнуйся. Ну, вот мы с папой днем гуляли, и до сих пор папа не пришел. Она говорит, а почему сразу это мне не позвонило, и потом милиция не позвонила. Когда я его только услышал, я начал волноваться, думал, где его сейчас искать ночью, как. Я говорю, так, мам, ты сидишь дома, я сейчас собираюсь, приеду. Я хотела ехать одна, потому что 11 вечера, старший сын школьник. Ну, как бы решили на семейном совете, что муж останется с младшим сыном, а я со старшим поедем помогать и что-то делать. Дочь с внуками живут в подмосковном Раменском. До Москвы два часа на машине. Сели в машину, поехали вместе. По пути отец сказал, чтобы я позвонил в волонтерскую организацию. В начале 12-го ночи родные Борис и Ли подали заявку в отряд «Лиза-Алерт». 25 марта у нас в этот момент было несколько активных поисков. Я был на поиске 11-летнего ребенка в Долгопрудном. Когда мы девочку нашли, наша поисковая группа, одновременно скинули информацию о том, что у нас есть сейчас заявка рядом. Заявка на дедушку, которому 90 лет. Это всегда срочная заявка, это всегда усложнение, потому что возраст он дает в своей, конечно, определенной степени. Мы, когда проводим школы для ухаживающих, мы всегда говорим, вот вы сегодня придете домой и заведите себе такой паспорт или документ, сфотографируете вашего родственника, вот как он выглядит прямо сейчас. Потому что, когда человек теряется, и родственники пытаются его найти, то получается, что сохранены какие-то фотографии 20-30 летней давности, а человек сейчас выглядит совершенно по-другому. Также в этот документ записать все его хронические заболевания, какие лекарства он принимает, его набор одежды. У пожилых людей не такой уж огромный гардероб. И пусть этот документ лежит у вас, если ваш близкий потерялся, то вот 100% уверяю вас, когда происходит эта ситуация, очень сложно вспомнить какие-то детали. И поэтому вот такой документ с важными какими-то данными, то есть это все детали, они помогут поисковикам и полиции найти вашего близкого быстрее, чем вы будете вспоминать это хаотично. Я принял решение поехать на поиск дедушки. Но основное усложнение было в том, что заявка поступила достаточно поздно. Заявка пришла почти в 12 ночи, почти в полночь. В это время запускать активный поиск сложно. Люди спят. 26 марта 2021 года. Второй день поиска. В час ночи родственники 92-летнего дедушки были еще на пути в Москву. В это время на место пропажи прибыли добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». В час ночи уже, когда мы подъехали на место в этом же районе, одновременно поиск бабушки и действующий штаб. Я подъехал к этому штабу, потому что там были хотя бы люди, которых можно так или иначе попробовать разделить на две задачи. Либо дублирующие задачи дать одновременно в одном месте, чтобы кривили ориентировки и на бабушку, и на нашего пропавшего дедушку. В половине второго ночи дочь с внуком подъехали к дому родителей и увидели одинокого человека на остановке. Я еду, я уже смотрю по сторонам, подъезжая к дому, потому что я могу его вдруг увидеть. И на противоположной стороне улицы, там остановка, я вижу, что там сидит какой-то человек, как-то вот так вот, горбившись в одежде. И мы остановились, я подбежал к нему, увидел, что это не он. То есть было, я думал, вот, сразу уже нашли, может, там все обошлось. И вот он вот сильно расстроился, что нет, понимал, что сейчас много таких вот еще случаев будет, нужно будет искать его. С 2010 года в отряд «Лиза Алерт» поступило более 30 тысяч заявок на поиск людей старше 65 лет, потерявшихся в природной среде и городах. К сожалению, сейчас возникаемых ситуаций, когда дедушка просто хочет пойти в туалет, и он заходит за какие-нибудь гаражи, там человек становится плохо, и человек остается лежать за гаражами. Или оступился, или ногу повредил, или еще куча вариаций, в которых может наступить «или». И человек оказывается в месте, где нет людей, в неподготовленной одежде к ночевке. Надо искать. Еще беспокойся, что он где-то упал, и может где-то лежит. А тот день было прохладно. Ночью температура воздуха опускалась до 5 градусов. Был у меня поиск бабушки в Химках. Поиск, к сожалению, затянулся. Обычно городские поиски заканчиваются в пределах суток, но, может быть, поутро. Здесь мы бабушку искали трое суток, и оттуда появилась информация, что бабушку нашли. Бабушка трое суток лежала в кустах, в другом районе у детской площадки. Трое суток она была жива. Нашли ее живой, но, к сожалению, бабушка погибла во время госпитализации. Трое суток она лежала у детской площадки. Люди проходили мимо. Три часа ночи. 92-летнего Бориса Ли ищут уже больше 15 часов. Вместе с полицией и волонтерами ночные улицы прочесывают его дочь и внук. Логически, как бы, просчитать, куда бы он мог пойти, сложно, потому что, вот если он немножко был в забытье, то это вообще… он мог пойти просто куда угодно. Мы видели патрульные машины. Вот они курсировали где-то вместе с нами параллельно. Мы периодически пересекались. Я понимала, что, да, в полиции заявление неформально приняли, а действительно ищут. Мы видели машины, из окон которых медленно ехала машина, из окон светили фонарики, и мы поняли, что это ребята Лиза Алерт, что они тоже ищут. Вот это понимание, что ты не один ищешь, что шансы от этого увеличиваются, вот оно, конечно, такая незримая поддержка. Конечно, в первую очередь, вероятность нахождения – это в зоне проживания, в Лианном зоне. Поэтому основные задачи первичные, очень важные ночью, когда холодно, когда людей мало на улицах, это было отправить достаточно большое количество людей на патруль в район пропажи. В гаражные кооперативы, в тёмные места, входы в подвалы жилых домов, тёмные места в парках. Уже стало светать, пять утра, и ничего. То есть вот близ лежащих районах мы… Ну, в общем, папы нигде нет. Уже сутки ты думаешь, что может произойти, и что уже, может быть, произошло. И безрезультатно пока всё оставалось, и, конечно, руки немного опускались. Мы распространяли ориентировки очень сильно в сети интернет. Мы ожидали наличия хоть каких-то возможных свидетельств под утро. И готовили. Я понимал, что на следующий день, в том числе и из-за возраста потерявшегося, надо делать будет второй выезд. Было очень много дворников на улице. Я вот с фотографией папы в телефоне бегала по дворам, и дворников, поскольку они с утра до вечера на улице, и вроде как-то бегала и показывала, вот вы не видели дедушку, вы не видели дедушку. Кричали, звали. Надеялись, что он может отзовётся, услышат. Ну, как бы, тогда это было без результата, конечно. С рассветом после короткой передышки волонтёры снова продолжили поиск. В 10 утра появилось первое долгожданное свидетельство. Похожего дедушку зафиксировала камера видеонаблюдения в Химках, в 11 километрах от Леонозова. Никита! Я вот всё выключила? Ты можешь меня выслушать хоть раз? Что Арина мне не по судьбе? Это ещё мягко сказано. Вы задайте вопрос, а я на него отвечу. Боитесь, что ваша жена вам изменит? Как раз наоборот. Я хочу, чтобы она с ним сошлась, короче. Вот как у тебя это получается, а? Талант. Любовная магия. С 8 ноября в 18.30 на ТВ-3. Любовная магия. Любовная магия. Любовная магия. Нам представили фотографию, где мужчина там мимо магазина с палками, как наш папа, он, кстати, да, скандинавскими этими палками был. И вот прям всё воодушевление, что это он. Потом начинаешь приближать, понимаешь, вот уже какие-то тонкости, что нет, вот фигура не та, там, да, целосложение не то. К середине дня никакой новой информации о 92-летнем Борисе Ли так и не появилось. В сутки прошли, старый человек, погода далеко не тёплая, без еды, без воды и на улице. И мы ещё понимаем, что папа у нас такой человек, он никогда не попросит о помощи. В восемь вечера обессиленные родные пропавшего дедушки вернулись домой. То есть, чтобы вы понимали, я была по пояс грязная, потому что мы ходили, слякость, всё мокро. Но одна вот такая самая пугающая мысль, что просто вторую ночь он может не пережить. И уже я маме просто села и говорю, мам, ты понимаешь, это может быть очень долго. Это может быть неделю. И что надо просто настроиться, что мы делаем, что можем, ищем. Но результат может быть абсолютно разный. В половине девятого вечера, когда с момента пропажи 92-летнего Бориса Ли прошло уже полтора дня, Ирине позвонили. Нам позвонили с организации «Лиза Алерт» и сказали, что похожего на вашего дедушку-человека привели в местную пятёрочку. Хватаем куртки, бежим, садимся в машину. Действительно, здесь вот пять минут на машине. И я припарковалась, и я иду. И я понимаю, что это вот... Фильм их так любят показывать, да, что когда ты боишься... Ты хочешь зайти, но ты боишься, потому что ты боишься, что это будет не твой папа. К нам в магазин зашли двое мужчин. Один азиатской внешности и один пожилой. Азиат его оставил на месте и ушёл. Я к нему подошёл, спросил, как его зовут. То есть он представился, ну, как сказал, имя своё, а свой возраст он не помнит. Я сразу же вспомнил, что у нас есть островок безопасности. И позвонил на горячую линию. Во всех магазинах торговости «Пятёрочка» есть островки безопасности. Вот так выглядит эта зона. Её всегда можно найти по яркому оранжевому знаку. Если вы увидели дезориентированного человека или потерявшегося ребёнка, можно просто привезти его сюда, попросить помощи у любого сотрудника магазина. Они все проходят специальное обучение и знают, что нужно сделать, чтобы помочь потерявшемуся человеку вернуться домой. В тот день на горячей линии островка безопасности дежурила Екатерина Красная, тоже волонтёр отряда «Лиза Алерт». Звонок на горячую линию. Здравствуйте, у нас человек. Не очень разговорчивый, назвал имя и фамилию, и больше ничего не говорил по тем вопросам, которые мы обычно просим задать. Первое, что я делаю, это смотрю в базу поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и нахожу, что нашего дедушка ищут. Но фамилия Ли слишком распространённая среди корейцев, да и дедушка мог назвать любое имя. Я попросила заявителя прислать фотографию дедушке, которого привели. И вот он присылает, и мы смотрим, он или не он. И звоню инфоргу и сообщаю, что у нас ваш дедушка. Добегаем, и вот видим, что дедушка сидит, и рядом с ним сидит администратор, видимо, пятёрочки. У него был абсолютно растерянный вид, он не понимал, что происходит. И только увидев меня, и от того, что я расплакалась, я вот просто вот упала на него, расплакалась, говорю, где ты, где ты был? Вот что-то до него, видимо, дошло, потому что он прям вот обмяк и начал дрожать. То есть вот он всё время, я поняла, что он держался. 26 марта 2021 года, в 20.30, 92-летний Борис Константинович Ли, после 35 часов, проведённых на улице, был найден в магазине «Пятёрочка» всего в полутора километрах от дома. В тот же вечер он вернулся домой к родным. Чуть-чуть ли не всенос века. Просто я заблудился ночью. Когда я стала спрашивать, как, кто привёл, как вы его нашли, мне вот сотрудники говорят, что молодой человек, таксист, парень привёл его за руку, сказал, что вот у вас тут дедушка ходит. Я не знаю, почему он обратил внимание. Почему вот за полторы суток, как бы вот только он остановился, увидел, что-то вот не прошёл мимо и привёл его за руку. Чем хорош ещё острой безопасности, уникален тем, что он заставляет всех людей, и прохожих, и сотрудников партнёров, магазинов, отделений, нас, поисковиков, быть ещё более внимательным к окружающим, к себе и вообще к проблеме пропавших. Очень много людей пожилых остаются неопознанными в больницах. А если бы у них был какой-то познавательный знак, то родственники бы их находили быстрее. Сейчас нам известны два проекта, которые успешно развиваются. Первый проект – это браслет-амулет от «Лиза Алерт». Это специальные браслеты, куда можно записать всю необходимую информацию о человеке. Например, Василий Иванович, 85 лет, деменция, диабет, принимает такие-то лекарства. Телефон внука такой-то. И повесить этот браслет дедушке, Василию Ивановичу. И если вдруг дедушка потеряется, то шанс быть найденным у него повышается с помощью этого браслета. Также работают и термонаклейки. Это проект «Помогите мне вернуться домой». Термонаклейки приклеиваются на одежду, в общем-то, на любую. И там такой красный ободок, привлекающий внимание, телефон поискового отряда, который работает в регионе, и QR-код, где зашита фраза «Это человек мог потеряться, позвоните поисковикам». И уже поисковики по базе данных пробьют контакты родственников, свяжутся с ними и человека найдут. Я бы хотела обратиться к молодому человеку, неизвестному, но такому важному для всей нашей семьи. Со словами благодарности. За то, что вы не прошли мимо. За то, что вы обратили внимание и в буквальном смысле взяли за руку и спасли моего папу. Я очень надеюсь, что или вы увидите эту передачу, или, возможно, кто-то из ваших знакомых вам о ней расскажет. И вы свяжетесь с нами, и мы встретимся. И я смогу лично вас поблагодарить. Спасибо вам огромное. И я хочу сказать очень большое спасибо полиции, волонтерам, всем людям. И я очень-очень благодарна. После этой ситуации я, конечно, понимаю, что если я вижу какого-то человека, которому может быть плохо, или он может потерялся, выглядеть уставшим, или просто не в то время суток как бы вышел, то я теперь обязательно подойду и спрошу. Я думаю, что всем стоит делать так же. Всем спасибо. Люди добрые, все же. Больше я никуда не пойду. Тоня нам уже к вечеру сообщила. Леша вот, ну, не вышел. Тайга очень много вопросов в себе несет, и очень много уже жизни людей унесла. Были проливные дожди и сильные грозы. Целыми днями все это гремело и лило. Это было тяжело. Одной девочке понадобилась психологическая помощь. Катя очень плакала. Она вот просто вот криком кричала на дети мне Лешу, я без него не смогу жить. Леша! Леша! 11 июня 2020 года 44-летний Алексей Горчанев приехал из Крыма в Красноярский край проститься с умершим братом. Но по дороге в родной дом на заемку Горчаневых пропал. Он не на похорон приехал, он уже приехал просто посетить могилку. Похороны уже прошли. Заемка Горчаневых находится в Енисейском районе Красноярского края. В 2020 году здесь проживало 10 человек, все родственники с фамилией Горчаневы. Заемка стоит в тайге. До ближайшего населенного пункта заемки Остятская, 10 километров пешком через тайгу. Вокруг густой лес и непроходимые болота. Ну расстояние 10 километров. Обычно идем мы 7 километров всего. Но там болото, по болоту нужно идти. Сразу же поиски организовали. А вот начали же своими силами как бы там все просматривать. Все охотники. Родился он здесь в Енисейске, когда он, так сказать, маленьким даже был. Родители у него ездили в Крым отдыхать. И он тогда с обидостью такой, что его не брали. И он вроде как сказал, вот я вырасту, я буду жить в Крыму. Отслужил в армии, значит, пришел, вернулся когда. И вот он достиг своей цели, он уехал туда. Алексей остался жить в Крыму, обзавелся семьей, стал отцом двоих детей. С преподавателем работает, жизнерадостный такой человек, волевой. Привозил свою жену к нам на пасеку. После родили ребенка. Заимку у Горченева основал дед Алексея, и до недавнего времени там проживала вся его родня. В то время получалось, как раскулачивали, или как вот что, когда начиналась вся советская власть, дед искал место куда бы подальше от глаз, от людских, так сказать. И вот так они 17 мест сменили, потом остановились на реке Почеглазиха. Ну, как бы по их фамилии, заимка Горченевых, она так и называется. После там вся семья, вот сейчас как родовое гнездо, оно осталось, все Горченевы родом с этой заимки. 5 июня 2020 года скоропостижно скончался брат Алексея, Сергей. Вообще они планировали, что Сергей переедет к нему жить туда. Что вот он его, Сергей тоже похоронил как бы жену, и у них, в принципе, была договоренность, что Сергей поедет к нему жить в Крым туда. Вот, ну, не успел уехать. Леша приехал хоронить его. 13 июня 44-летний Алексей прилетел из Симферополя в Красноярск. Оттуда проехал 340 километров до Енисейска. Потом на теплоходе по Енисею добрался до деревни Калмогорово. Оттуда местные жители довезли его до заимки Остятская. Дальше Алексею предстояло пройти пешком еще 10 километров по болоту до родного дома. Из заимки Горченевых ему навстречу вышел племянник Петр. Поехал встречать, звонил потом по телефону. Может, мы разъехались с Алексеем, я по одной дороге поехала, а он обошел, там другая дорога была. Я говорю, нет, нету его. К трем часам дня Алексей должен был добраться до пункта назначения, но дома его так и не дождались. 11 июня 2020 года. Первый день поиска. В 15.30 племянник отправился искать Алексея по другому пути между заимками. Были проливные дожди и сильные грозы. Целыми днями все это гремело и лило. Вода была очень на болоте. Обычно ходим до колена, допустим, воды по болоту. А тут прямо было очень много воды. К 7 часам вечера племянник прошел под дождем всю дорогу до Остятской и обратно. 44-летнего Алексея нигде не было. Тоня нам уже потом к вечеру сообщила, что так и так, Леша вот, ну, не вышел. Искать Алексея в темноте на болоте было нереально. Родные решили переждать ночь и утром продолжить поиски. 12 июня 2020 года. Второй день поиска. Ночью дождь прекратился. Рано утром родственники Алексея разбились на три группы и пошли на поиски вдоль тропы, с которой, вероятно, сбился пропавший. Поиски затрудняло то, что нашел капряд, повалило очень много деревьев и были прямо заломы. Тяжело вот было обойти, пройти, протиснуться по тайге. Через несколько часов Горчаневы поняли, что сами могут Алексея не найти. И в 11 дня начали звонить в полицию, спасателям и волонтерам. У нас уже началось обзванивать все, какие могли инстанции. Вплоть до того, что там МЧС, там что-то в Москву куда-то, в Красноярск, в разные вот. То есть во все инстанции мы звонили. Когда пришла заявка, у нас уже было двое суток, были собраны прозвоны, были прозвонены родственники, полиция, МЧС. И стало понятно, что нет ресурса. Отряд «Лиза-Алерт» базируется в Красноярске. Это не меньше пяти часов езды на машине, не считая пешего пути до заимки Горчаневых. В те дни весь состав отряда был задействован в других поисках – бабушки с деменцией и ребенка. Соответственно, ехать в Енисейск, это надо туда доехать шесть часов, пять-шесть часов, развернуть штаб, там какое-то время жить. Мы волонтеры, на тот момент свободных волонтеров, которые могли бы потратить несколько дней своего времени, просто не было, все были на других задачах. И есть такой момент в приоритетности. Если пропадает ребенок, взрослый 40-летний мужчина, естественно, все силы брошены на поиск ребенка. Если пропадает дементная бабушка, которая сама 100% не уедет. И на тот момент было принято решение, что на поиск Алексея отряд не выезжает. Ну, как переживали все, конечно. Катя и его жена постоянно звонила, я ей звонила, были на связи. Даже внук мой маленький, которому 10 лет, и тот принимал участие в поисках. Поехал на лодке с сыном, с Петей. Дядя Петя, я с тобой поеду искать. В 3 часа дня, через 4 часа после вызова, из Енисейска на катере прибыла группа МЧС из 7 человек. У одного из прибывших спасателей на груди была нашивка с фамилией Горченев. Это был племянник Алексея Антон, который больше 20 лет не видел родственников. Так случилось, что Антона, Ваня с Наташей уехали, оставили Наташиной матери, то есть на бабушку. Так как с бабушкой мы никто сильно не общались, так сказать, да, и получилось, что Антон-то вот рос, и с нами-то вот не было никакого контакта. Ну, наверное, у него даже обида была, что такая большая родня, столько много родственников, да, а он, ну, как-то как брошенный, или как сказать. Мою семью, я считаю, вот это бабушка и дедушка. Ну, потому что такой момент произошел, что в 9 лет ушел отец, и в 12 лет последний раз мать появлялась, и все. Последний раз, получается, она вот уехала в Москву, и ее больше никто не видел. Вот. 14 лет бабушка приняла опеку на себя. Антон увидел сводку с пропавшим однофамильцем 44-х лет и сразу понял, что ищут его родного дядю. Он тут же связался со своим руководством. Задали вопрос, поедешь ли ты в составе этой операции вместо одного спасателя. Я сказал, что да. То есть не колебаясь, почему? Потому что в любом случае это, ну, дядя мой, как-никак. Спасатели разбились на группы и поделили задачи. Одна группа на лодке осматривала береговую линию Енисея, остальные прочесывали тайгу. Они менялись, одни поискали, потом уходили, потом следующие приходили, другие. Они и на кладбище ходили, смотрели, может быть, его следы были там, что пришел к отцу попроведывать где-то там, и у нас, что, может, где-то спрятался. В 16.00 начались поиски с воздуха. К спасателям присоединился вертолет. Но снова собрались тучи. Вместе с погодой ухудшалась и видимость. Сквозь густой лес разглядеть человека без яркой одежды было невозможно. Опасность была в том, что ты можешь просто полностью в болото уйти. Просто идешь, идешь и оп, ушел. Мы волновались еще и за Антона потом, что как вот он, что это вот. То есть тут собирали его все, там, спальник ему, сапоги, рюкзак удобный. Он даже сначала вроде как, да нет, у меня все есть, да не надо. Там Антон, так а что на ноги оденешь? Так вот там сапоги кирзовые. Говорит, а ты что, Антон? Разве так можно? Какие кирзовые сапоги нужно там? Болотники. Так ну ты чужой нам, ты же наш. Отряд «Лиза-Алерт» подключился к поиску удаленно. Нет ресурса, чтобы ехать, но был ресурс, чтобы помочь удаленно. Что было сделано? Были собраны и напечатаны карты. И отправлены по электронной почте. Карты – это отдельная беда в Красноярском крае. У нас самый большой регион в России в «Лиза-Алерт». Больше в стране только Якутии, там пока нет отряда. И поэтому у нас расстояние, все, что пригодно для средней полосы России, нужно умножить на 10, а то и на 20. То есть, если где-нибудь в Московской области человек вышел на дорогу, он обязательно придет в деревню. Если в Красноярском крае человек в лесу вышел на дорогу, он может прийти куда угодно. На старый лесоповал, в самую глубь-то Аги дорога закончилась, потому что там когда-то был какой-то покос, и проезжал два раза трактор. До следующей деревни 150 километров – это нормально у нас. Вот такие расстояния. Был составлен план поисков и определены приоритетные задачи. То есть, по картам, основой с наук, по теме алгоритм «Лиза-Алерт», были составлены планы. Сначала вот это проверить, потом вот это проверить, потом вот это проверить, а потом вот это проверить. По картам сориентировались, продвинулись. Ну, как бы мы всеми вот этими группами в первый день до заимки. Получается, придя туда, посредственно дорога была там около 12 километров, как минимум, по пересеченке со всеми сложностями. Но следов Алексея нигде не было. Появилась самая страшная версия его исчезновения. Мужчина мог столкнуться с диким зверем. Больше всего боялись, чтобы вот не встретился с медведем. Нынче у меня корову задавило, теленка медведь. Медведь пришел на пасеку, разорил пчелок, пчелосемью. Вот пасека у нас с одной пчелосемьи не стало, и корову с теленком, потом косточки нашли только. Участники поиска вынуждены были не расставаться с оружием на случай нападения медведя. Спал вот так вот в обниму с кулышом там. Несколько раз, значит, собачка у нас предупреждала о его присутствии. Также попадались следы, тропы. Это мы наблюдали. На двух женщин медведь напал, но повезло им. Они отбились даже от него дамскими сумками. 13 июня 2020 года. Третий день поиска. Проходили по 12, по 15 километров по пересеченной местности, по болотам, по всем этим кустам, деревьям, по ломаным траве, где ничего не видно. Поиск с земли не давал результата. Продолжали лить проливные дожди. В такую погоду в тайге может сгинуть даже взрослый здоровый мужчина. У 44-летнего Алексея болели ноги, и к этому времени он мог уже находиться в смертельной опасности. Нужно было срочно подключать дополнительные силы для поиска. Снова зашла речь о поиске с воздуха. Мы нашли вертолет. То есть у нас ангелы, которые нам помогают из Москвы. Это частные вертолеты, которые вылетают на поиски. В три часа дня, узнав о вертолете, родственники Алексея собрали 20 ярких пакетов. В каждый положили набор провианта, который помог бы Алексею продержаться в тайге. Хлеба хотя бы, спичек, чтобы положить. Ну и записку, что как бы приободрить там и все прочее там. И что вот, ну, думали, что вот полетит вот вертолет, и вот с вертолета, по крайней мере, раскидывать вот. Но из-за погодных условий вертолет так и не смог вылететь в зону поиска. Третий день снова не принес хороших новостей. 14 июня 2020 года. Четвертый день поиска. Поисковики углубились уже на 4 километра в лес от тропы. В полдень на пасеке, расположенной в глубине леса, спасатели обнаружили мужские следы, пустую банку тушенки, деньги и записку. Это Алексей. Позвоните по этому номеру моей жене. Мы, получается, пришли, смотрим, что он оставил денежку за то, что поел, записки оставил, то есть все-все. И когда вот сказали, что все-таки следы, ну, значит, ну, живой, значит, все в порядке. Это было очень волнительно, потому что, ну, вот, ну, в смысле, вот он здесь уже, где-то рядом, почему его нет? Он здесь был. То есть съедены продукты, пил чай, маленько отдохнул, протоплена печь, обсушился, дальше исчез опять в неизвестном направлении. Однако у полиции была и другая, менее оптимистичная версия. Были различные предположения, особенно у сотрудников полиции, которые непосредственно с нами, то, что его и могли убить, и все остальное, и то, что, типа, запутывание следов, или как это называется. В этот раз предполагаемые следы Алексея не успело так быстро смыть дождем. Сотрудники МЧС шли по ним несколько километров, но следы оборвались в болоте. Люза! Люза! Мне подругу посоветовали, сходи, говорит, к бабке. А ты молодая такая. У тебя еще этих девочек столько будет, это не так. Ты это клиентом своим впаривать будешь? Это бред какой-то. Вы это видите? Преворот ведь это дело не хитрое, но есть нюансы. Мне наоборот нужен отворот от мужа. В этот раз предполагаемые следы Алексея не успела так быстро смыть дождем. Сотрудники МЧС шли по ним несколько километров, но следы оборвались в болоте. Месяц июнь, в то время, в это время болото всегда труднопроходимое. Тут и подавно после дождей было. Мы все, конечно, переживали, что вот были прямо бессонные ночи, что не уснуть ничего не могли. Погодные условия были сложные. То есть, помимо этих болот и лил дождь, мы промокли, как говорится, до нитки. Тайга очень много вопросов в себе несет и очень много уже жизни людей унесла. По данным МВД, в 2019 году в Красноярских лесах только за летний период пропало 80 человек. 22 из них не были найдены. Дедушка ушел в Сент-Эвлис, и его искали, и нашли через неделю погибшим. Это было тяжело. Это двойка из волонтеров нашла. Одной девочке понадобилась психологическая помощь, потому что она, это ее первый найденный погибший. Следующие четыре дня спасатели и родственники каждый день продолжали прочувствовать тайгу. Но шансов найти 44-летнего Алексея живым становилось все меньше. Все равно, как бы человек был неподготовленный, страх, мне кажется, все равно будет присутствовать. Будет страшно вот это все. Но Катя, по крайней мере, она очень плакала. Она вот просто вот криком кричала на дети мне Лешу, я без него не смогу жить. Как я буду поднимать ребятишек и все прочее. 18 июня 2020 года. Восьмой день поиска. В три часа дня с соседней заимки Остяцкая, откуда Алексей начал свой пеший путь в день исчезновения, Горченевым позвонил местный житель. У нас еще рации были с собой, и по рации нам сообщили о том, что он вышел на берег. Житель заимки Остяцкая, увидев обессиленного мужчину, который шел из леса в сторону Енисея, подумал, что это Горченев. К тому времени весь район знал о поисках пропавшего Алексея. Тут вообще, мне кажется, все в Енисейске переживали, то есть это быстро разошлось, что потерялся и что поиски идут. Услышав сообщение, Антон бросился бежать к реке. Прибегаю к Терехе и вижу его. Вот он, на него было страшно посмотреть на самом-то деле, ну потому что сами проживи неделю в тайге без нормальной еды, питья, просто вот без нормального сна. Спасатели сразу известили родных Алексея и на катере доставили мужчину в Енисейск, чтобы его осмотрели врачи. А на берегу их уже встречали енисейские родственники. Прошлите, моя любимая. Я бесконечно благодарен вообще за все. Я знала, что мне нужно терпеть и что он обязательно придет. Наверное, если бы не было родственников, которые помогали, которые так сплотились, и только все вместе мы смогли сделать то, что сделали, и дождались, чтобы он вышел. Мальчишки очень скучают, очень переживали все вместе, очень ждали, и сегодня было очень радостно услышать его голос, и, конечно же, слезы радости и переживаний, они и сейчас не покидают меня. 18 июня 2020 года, спустя 8 дней после исчезновения, 44-летний Алексей Горченев вышел из тайги в том же месте, где и заходил, в 10 километрах от заимки Горченевых. Когда я собирался в дорогу, я совершенно случайно купил дождевик. Дождевик – это городской, он такой из самого тонкой пленки, но он меня спас, скажем так. В принципе, дорога мне была знакома. Но я не учел, что за эти 10 лет мой брат двоюродный, он там по дороге на эту заимку тоже построил рядом пасеку небольшую свою. Я зашел на эту пасеку и решил, что по дороге 6 километров еще идти я не пойду, а решил, что я напрямки, вот здесь 4 километра будет от этой пасеки, только напрямую. Часа, наверное, через 2,5-3 я понял, что я уже заблудился. Я ободрал бересту вокруг березы, сразу сделал небольшой запас и, видя, что заходит дождь, выбирал место, где можно было собрать там хоть какие-то дрова, чтобы потом хоть немножко обсушиться. У меня было с собой 2 зажигалки, и я купил на подарок детям, которые находились на той пасеке, куда я шел, 10 шоколадок 20-граммовые. И вот они меня, можно сказать, эти 7 суток на 8-е и спасали. Я доставал этот игрушечный плащ полиэтиленовый, садился под него, делал как бы домик, вода стеной, просто вы даже не представляете, насколько это стеной. Мне доводилось бывать в джунглях, но джунгли – это просто вот ухоженный парк по сравнению с тем, что там. Ошибка была в том, что он в незнакомый лес, подумал, что он знакомый, и пошел один. Переоценил свои силы, как бывает в случае хоста потерявшихся в лесу. То есть если бы в тот момент, когда он понял, что он свернул не туда и заблудился, он бы остановился, сел, трескал шоколад, пил водичку и ждал, слушал науки, он бы не вымотался, его бы нашли быстро. Пил воду болотную, скажем так. У меня с собой была цепочка серебряная, я ее опустил в пластиковую бутылку, которая у меня тоже с собой была. Пил не сразу водичку, хотя бы час цепочка серебряная там должна была в ней поболтаться. Когда Алексей на третий день своих блужданий по тайге снова вышел на пасеку, он буквально на несколько часов разминулся со спасателями, которые в тот же день осматривали этот район. Высушил одежду, думаю, ну, все, приключение закончилось, пора идти дальше к родственникам. Ну и выхожу опять на эту дорогу, куда мне нужно было идти, и в одном месте, ну, обваленное дерево, я его обошел не с этой стороны, а с другой стороны, не слева, а справа. И опять трепа пропадает, и я, получается, не могу ее просто найти. Если вы собрались в лес, пожалуйста, посмотрите карту района, поговорите с местными жителями и поймите, как вы будете из этого леса выходить. Наметьте себе ориентир какой-то, там, вышка сотовой связи, лэб, хорошая грунтовая дорога, по которой вы будете выходить. Если вы умеете пользоваться компасом-навигатором, берите компасы-навигатор. Немногие знают, что 112 работает, даже если нет рисок вот этих сотовой связи, нет связи ни с кем, 112 вы оттуда дозвонитесь. Вода, еда, одежда яркая, потому что камуфляж придумали, чтобы прятаться, а не чтобы находиться. Если вы там хотите спрятаться в лесу, чтобы вас никак не нашли, надевайте камуфляж. В 15 метрах человек в камуфляже лежащего не видно, даже не в высокой траве. Если вы хотите, чтобы вас в случае чего нашли, наденьте красное, оранжевое, белое. И вышел к Енисею. Вот тут у меня была, конечно, радость, ликование. Я когда увидел в 6 или 8 километрах через луг берег Енисея, тут, конечно, мне стало легко. Первые два дня, конечно, было очень тяжело. Леса реально непроходимые. Тропические джунгли, это просто асфальт по сравнению с тем, что у нас. Никакой бы Рэмбо в наших местах вряд ли бы выжил, потому что это реальное испытание. Это было 7 дней ада в раю. Слава Богу, у меня сибирская закалка, которая позволяла не терять присутствие духа. И я знал, что меня ищут, что меня ждут, что мне есть зачем. То есть у меня были цели. Кстати, вот благодаря тому, что я заблудился, мой племянник, сын моего родного брата, который, ну, так получилось, что он вырос с бабушкой и жены, то есть в другом роде он вырос. После вот всех этих встречин в конце уже говорит, дядь Леша, я, говорит, даже не знал, что у нас такая большая и дружная семья. То есть он был поражен. Но ради только одного этого и стоило заблудиться, вернуть племянника, как говорится, в наш род. Я его спрашивал тоже, что тебя мотивировало, да? Ну, не просто сила воли, да? А вот он говорит, вот моя семья, вот я должен вернуться к ним. Я обещал, что я приеду. Для него ценнее семьи ничего нет. Ну, и это очень важно. Хочу сказать спасибо своей супруге, жене. Я чувствовал, как она переживает, как она молится. Я чувствовал ее уверенность во мне. То есть она больше была уверена во мне, чем я в себе в тот момент. И также хочу сказать спасибо всем спасателям, всем волонтерам, там, и полицейским, всем. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы увидели человека с ориентировки, звоните на горячую линию отряда «Лиза-Алерт» 8 800 700 54 52.